Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 28 главу. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Ведь его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Мы видим, как женщины идут посмотреть гроб, или они идут, в других Евангелиях мы читаем, помазать его, довершить обряд погребения. И очень удивительная вещь, которая свидетельствует о удивительной подлинности этого свидетельства, это то, что первыми весть о воскресенье узнают женщины. Для нас это ничего особенного. Ну, женщины, это что, могли бы мужчины, а то женщины, какая разница. В древнем мире это было принципиально важно. Дело в том, что в древнем мире женщины не считались сколько-нибудь надежными свидетелями. У язычников то обстоятельство, что первыми в воскресенье обнаруживают женщины, вызывало бурю насмешек. Если почитать антихристианскую полемическую литературу языческую, то их чрезвычайно забавляло тот факт, что первыми в воскресенье обнаружили женщины. В иудейской среде также женщинам запрещалось давать свидетельские показания. У нас есть, сохранились до наших дней. В Талмуде написано, что женщина не должна давать показания. Есть соответствующий трактат на это дело в Талмуде. И если бы рассказ о воскресенье кто-нибудь бы придумывал, то ни в коем случае в этом рассказе первыми не были бы женщины. Более того, мы читаем у апостола Павла, когда он перечисляет явление воскресшего, он говорит, что Христос воскресший явился сначала Петру, потом двенадцати, потом более чем пятиста братьев в одно время, из которых большинство живых, а некоторые почили, и, наконец, явился и мне, как некоему извергу. И он не упоминает женщин. Почему? Потому что он понимает, что это его ставят в уязвимую позицию, и он понимает, что в корейнской общине найдутся люди, которые станут кривиться и говорить, ну, первыми женщины видели. Поэтому начинается Петра. И поэтому невероятно, чтобы сначала люди говорили о том, что первым увидел Петр, а потом ввели туда женщину. Послание апостола Павла к Коринфянам, оно достаточно раннее, это где-то 50-е-60-е годы, и, следовательно, рассказы о том, что первыми воскресшего увидели женщины, они еще раньше. То есть мы можем себе представить, чтобы Павел деликатно опустил женщин, чтобы не вызвать скандала, но мы не можем себе представить, чтобы кто-то придумывал потом женщин-свидетельниц. Поэтому то обстоятельство, что первыми воскресшего обнаруживают женщины, оно не могло быть придумано. Оно появляется в повествовании только потому, что вот так оно и было. Действительно, первыми воскресшего видят женщины. Это очень хорошо укладывается в то, как Бог действует в мире, Бог чаще обращается к людям, которые унижены, которые задвинуты на вторые роли. Бог избирает немудрые и немощные миры. Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал им, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватили за ноги, и вы поклонились Ему. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Ангел говорит, не бойтесь, и Иисус говорит, не бойтесь. И это очень важное слово, которое Господь обращает ко всем верующим. Он говорит, не бойтесь, потому что Христос воскрес, воскрес, потому что смерть побеждена. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. То есть стражники, они тоже бегут и сообщают первосвященникам, потому что у них большая неприятность. Им поручено стражить гробницу, и из гробницы так или иначе пропало тело. И они абсолютно перепуганы, и не знают, что им делать. Иисеи, собравшись со старейшинами, сделал совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его придя ночью, украли его, пока мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим». Солдаты, они думают о том, как им избежать наказания за недолжное исполнение своих обязанностей. И они охотно принимают деньги. И рассказывают ту версию, которая научена. Первосвященники обещают им избавить их от неприятностей. Принеслось слово себе между иудеями до сего дня. Это одна из теорий, при помощи которых люди до сих пор пытаются объяснить воскресение. Есть несколько попыток по-разному объяснять воскресение неверующими людьми, которые не верят, что Христос воскрес, и они делятся на две большие группы. Это теории заговора и теории галлюцинации. Теории заговора — это ученики намеренно все сфальсифицировали. Они каким-то образом украли тело, пока стража спала, а потом объявили Иисуса воскрешим. И все теории заговора упираются в две проблемы. Первая — это отсутствие мотивации. Люди составляют заговоры для того, чтобы чего-то добиться. Денег, власти, отомстить врагам. Чего-то понятного добиться. Чего добились апостолы, возвещая, что Христос воскрес. Преследование и гонение, и большинство из них умерли не своей смертью. То есть, когда люди вам свидетельствуют и готовы умереть за свое свидетельство, это не обязательно значит, что они правы. В истории много раз люди умирали за какие-то ложные идеи, но, по крайней мере, это доказывает их искренность, что сами себя они не врут, что они верят в то, что они говорят. И люди, которые составили заговор и знают об этом, которые сделали фальсификацию и знают об этом, они умирать, конечно, за это не будут. Никто не станет умирать за то, что, как ему точно известно, является ложью. Ну и вторая проблема заговора — это то, что десятки и сотни людей, если мы вспомним апостола Павла, говорили о том, что видели воскресшего Господа, а заговор у него слабое место. Это достаточно одного человека, чтобы всех сдать. Вот как бывает, что какие-нибудь... Всегда появится какой-нибудь, не знаю, Сноуден, который всех выдаст. Есть хорошая немецкая поговорка, что знают двое, то знает и свинья. То есть мы бы по-русски сказали, то знает всякая собака. То есть заговор, он всегда... Кто-нибудь его сдает, кто-нибудь проболтается, кто-нибудь выдаст. Чем больше людей вовлечено, тем больше вероятность, что выдаст. При увеличении числа участников вероятность стремится к единице. В ситуации, когда их еще за это бьют, преследуют и подвергают страшным всяким смертям, то наверняка бы кто-то проболтался и похоронил бы весь заговор. Поэтому теория заговора, она не пользуется популярностью в наши дни, хотя она самая ранняя, ее выдвинули еще, как мы видим, иудейские власти. В наши дни теория заговора, она не популярна. Ну, несколько более популярна теория галлюцинации, что у апостолов были видения, они очень огорчались, что они разбежались, появились они достойные, им хотелось, чтобы Иисус явился и простил их. У них в итоге начались галлюцинации, они приняли галлюцинации из реальность. И теория галлюцинации, она тоже, в общем-то, не годится по ряду целому причин. Ну, во-первых, потому что, а куда же тело делось? Потому что, как только, если бы им привиделся воскресший Иисус, они бы просто пошли бы к его гробнице, убедились, что тело там. Либо они, либо их противники, которым стало бы, очень было бы важно доказать, что Иисус мертв. Другая проблема с теорией галлюцинации, ее очень хорошо выражено в мультфильме «Каникулы простоквашина», «С ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют». Галлюцинация — это вещь достаточно индивидуальная, связанная с индивидуальной болезнью конкретного человека. И, более того, люди верили в ту эпоху в призраки. Мы читаем, когда Господь идет по воде, они подумали, что призрак, и вскричали. Вообще, в литературе той эпохи множество упоминаний о призраках. То есть, то, что после смерти призраки умерших могут являться, это было общее место. И никому в голову не приходилось считать это именно воскресением, победой над смертью или чем-то таким. Таким образом, не теория заговора, которую тут выдвигают иудейские власти, не теория галлюцинации, она воды не держит. Остается самое простое очевидное предположение. Апостолы нам все же говорят. Правда, он действительно воскрес. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Они говорят, ну как они могли усомниться? Могли. Человек может усомниться абсолютно всегда. Когда Господь воскрешает Лазаря, мы читаем, что тогда многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли и рассказали фарисеям, что сделал Иисус. Человек, который не захочет поверить, он может всегда упереться. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея я с вами во все дни до скончания века». Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Что значит дана? Иногда люди удивляются, в каком смысле дана? Он же изначально Бог, изначально у него вся власть. И как Бог, он действительно изначально обладает своей властью. Но Иисус обладает двумя природами, как этому учит Священное Писание и как этому учит Церковь. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. И вот как человек, он получает власть на небе и на земле, действительно, и правит ею уже в качестве человека. У этого мира есть законный Царь. Это Иисус Христос. Дана мне всякая власть, говорит Христос. Он в этом мире и Стария — это Христос. И что бы ни происходило, мы знаем, что настоящим Царем является Иисус Христос. И он говорит апостолам, идите научите все народы. То есть проповедь обращена ко всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И иногда спрашивают, а где в Библии сказано про Троицу? Ну, вот, например, здесь. Библия пронизана троичностью божества, но вот прямое упоминание Троицы, например, здесь. Отца и Сына и Святого Духа. Мы можем всякий раз говорить «Отец и Сын и Святой Дух», мы можем просто говорить «Троица». Это будет такое более сокращенное слово. Мы всегда говорим «Троица», когда мы не говорим по каким-то причинам «Отец и Сын и Святой Дух». Но здесь мы в Библии видим, что все народы надо крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. С вами, это значит не только с апостолами, конечно, но и с их преемниками, с церковью. Как мы читали уже раньше в 16 главе, Христос говорит «Я создам церковь мою, врата адовы, не одолеют ее». И он пребывает с этой церковью все дни до скончания века. Вот иногда люди спрашивают, как отличить церковь, как понять. Вот есть разные люди, они тоже могут Библию цитировать. «Церковь характеризуется преемством веры». То есть вера церкви, она идентична самой себе, она одна и та же в 1, 2, 3, 10, 20, 21 веках, поскольку Христос пребывает с церковью во все дни. Мы с вами прочли 28 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...